Милан Милан 15 раз команда становилась чемпионом Италии, правда в последний раз это случилось в далеком 55 году. Теперь же в случае вступления в КХЛ Милан готов вернуть моду на классику – моду на хоккей. Я в этом клубе с раннего детства. Пришел в хоккейную школу в 5 лет, рос вместе с командой, вместе со своими ровесниками. В 18 пошел в про и вот на протяжении последних трех лет я являюсь капитаном команды. В хоккейном Милане, который может стать очередным новичком КХЛ уже в будущем сезоне, точно знают, как привлечь финансы. И намерены тщательно эксплуатировать основные миланские бренды – лучший в мире шопинг, изумительную кухню, самобытный туризм и неповторимую культуру. В клубе делают все, чтобы с этими составляющими у публики ассоциировалась команда. Хоккеисты участвуют в открытии выставки Пабло Пикассо, позируют для телекамер в фешенебельных бутиках и дегустируют перед журналистом итальянское вино и кофе. Город и мэр заинтересованы в этом проекте, ибо он может развить здесь до мировых масштабов еще один вид спорта. Если говорить о футболе, представленном в Лиге чемпионов, почему бы не упомянуть и о хоккее, который также зацветет на международной арене? Посему со стороны властей мы находим полную поддержку в реализации проекта. В первую очередь нам надо создать бюджет на три года вперед, затем провести массу организационной работы. Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении. И городские власти, и НОКО, и Федерация хоккея Италии поддерживают нас в стремлении вступить в КХЛ. Это новый и интересный проект для Европы. Если у этих игроков не сложится карьера в спорте, некоторые из них смогут попробовать свои силы, к примеру, в роли барменов. Хоккейный Милан не остается без внимания средств массовой информации. Работники клуба утверждают, что на каждой домашней игре присутствует около 30 журналистов. Хоккей показывают по национальному телевидению, в связи с чем в Италии изобрели новый вид рекламы. Ведущая команда использует в одном матче два вида формы с разными рекламодателями. Лого основных спонсоров занимают места на игровых майках. Партнеров помладше на тренировочных, в которых хоккеисты проводят разминку. Я наблюдал за КХЛ по телевизору. На ТСН есть обзорная программа с хайлайтами. Сейчас, во время локаута НХЛ, КХЛ особенно популярна в Канаде. С каждым днем интерес к российской лиге растет. Моя любимая команда — Магнитогорский Металлург. Наш вратарь Паола Делла Белла играл за них и рассказывал много интересных вещей. КХЛ — это вторая в мире лига после НХЛ. Конечно, когда я ехал сюда, думал о том, что может представиться шанс попасть в КХЛ. Мне нравится выступать на таком уровне, где много первоклассных игроков. В случае вступления в КХЛ у нас будет две команды. Первая — главная в КХЛ. Вторая — фармклуб в первой лиге чемпионата Италии. В фармклубе будут выступать в основном итальянцы. Главную команду составят местные игроки, канадцы итальянского происхождения с паспортом и иностранцы. Цель проекта — поднять хоккей в Италии на уровень 50-х, 60-х, 70-х годов 20-го века. Тогда Италия являлась одной из ведущих хоккейных держав в Европе. В составе нынешней организации «Милан Росса Блю» девять команд. Начиная с детской, где играют шестилетние пацаны, юношеская, недавно вернулась из Белоруссии, теперь ждет в гости мальчишек из Минской юности, фармклуб, клуб до 26-ти и основа. Главная команда — крепкий среднячок национального чемпионата. У нас в лиге всего 10 команд. Обычно мы проводим 36 матчей регулярного чемпионата, потом еще 8 или 10 игр в мастер-раунде. Затем стартует плей-офф. Состав представляет собой микс из местных воспитанников и профессионалов. Главной звездой считается вратарь Эндрю Ройкрофт, выступавший за Даллас. Почему я приехал сюда? В первую очередь это город. Милан — очень хорошее место для жизни. У меня есть супруга и маленький ребенок. Им здесь очень нравится. Я рад, что все именно так получилось. Мы тут счастливы. Перед приездом сюда разговаривал с президентом клуба и генеральным менеджером. Они заверили, что все хорошо организуют. Так на самом деле и случилось. В команде собраны хорошие ребята. Атмосфера потрясающая. В Милане просто великолепные фаны. Как они болеют — это что-то невероятное. Я никогда не видел ничего подобного в Северной Америке. Тут никогда не перестают поддерживать вообще. Нас поддерживают почти на каждом матче. Это просто фантастика, насколько они любят это дело. Дэвид Лифтон — еще один игрок с опытом выступления в НХЛ. Он играл за Рейнджерс и Колорадо. Мог оказаться и в питерском СКА, когда Барри Смит пригласил его на сборы в Санкт-Петербург. Вот, пожалуй, все, что я знаю по-русски. Однажды тренировался под руководством Барри Смита в СКА. Провел там три недели. В СКА собраны классные игроки. Там отличная команда. Сильная техничная. Они тренируются дважды в день и способны на очень многое. Помимо хоккейного таланта, у президента Роса Блю и Коми Глори, несомненно, есть архитектурный. У него даже есть своя студия, которая, вполне вероятно, займет место на всемирном салоне Экспо, который пройдет в Милане в 2015 году. Уже сейчас ИКО строит амбициозные планы насчет продвижения хоккея в рамках Экспо. Например, есть мечты организовать турнир с участием команд из Италии, России и приглашенных звезд. А еще Милан мечтает заполучить один из ближайших матчей звезд КХЛ. Думается, что участники, их семьи и болельщики такой проект поддержали бы с удовольствием. Милан очень интересный город. Сейчас со многими нашими спонсорами мы работаем над вопросом организации туров. Мода, искусство и спорт – вот направление, которое может стать выигрышным. Мы должны над ним очень хорошо поработать. Это очень интересная часть нашего проекта. Сейчас Милан играет на льду непритязательной арены. Трибуны на 4000 мест, большинство из которых без сидений. Единственная ложа для семей работников клуба – нестандартная площадка. В Италии играют скорее в североамериканском стиле, нежели в европейском. Площадка здесь почти канадских размеров. К тому же почти в каждой команде есть пятеро североамериканцев. Комплекс используют и для игр, и для тренировок. На этой арене катается наша школа и первая команда. Вмещает арена 4000 зрителей. На самом видном месте баннер «Курва Милану», что переводится как «Страсть Милана». Так называет себя самая активная фанатская группировка. Здешние фанаты похожи на футбольных тифозий. На протяжении всего матча они не успокаиваются. Я никогда не видел подобного в Северной Америке. Работники клуба смущаются, узнав, как россияне реагируют на слово «Курва» и обещают до вступления в КХЛ провести переговоры с фанатами. Здесь, в Милане, просто фантастические фанаты. Они болеют с особой страстью. Вы сами их увидите. Они творят на трибунах нечто невероятное. Они и поют, не переставая, и ходят на каждый матч. Думаю, это еще далеко не максимум того, на что они способны. Если мы попадем таки в КХЛ, будем выступать на большой арене, и к нам приедут игроки с громкими именами, вот именно тогда мы и увидим истинные способности местных болельщиков. Если Милан вступит в КХЛ, безусловно, вся Италия будет за нами наблюдать. Это огромный опыт. В случае вступления в КХЛ болельщикам «Росса Блю» будет где развернуться. В Милане клуб переедет в форум, арену вместимостью почти 12 тысяч зрителей. В случае вступления в КХЛ мы собираемся проводить матчи не только в Милане, но и в Турине, который находится совсем недалеко от Милана. К тому же рядом с Францией. Этим шагом мы расширим границы КХЛ для людей, спонсоров и фанатов. Поделить домашние матчи между двумя городами выгодно еще и с экономической точки зрения. В Милане признают, что две домашние хоккейные команды, по крайней мере на первое время, это может быть слишком много для местных жителей. Вторая цель – это развитие хоккея в стране. В таких регионах, как Ворезе, Сент-Джованни, Турин, Бомбардия, Пимонто. То есть проект рассчитан на огромную территорию. Билеты на матчи тут не дешевые. 15 евро для мужчин, 10 для женщин. Здесь, в Милане, клуб развивается очень большими темпами. Я пришел три года назад. Мы выступали тогда в серии «Б», на матчи приходило не так много людей. Постепенно строили команду, выигрывали больше и больше матчей. В первый год дошли до полуфинала, в прошлом выиграли чемпионат и вышли в элиту. Руководство говорило, если выйдете в финал, будет полный стадион. Действительно так и вышло. И ныне на наши матчи уходит очень много болельщиков. Они все болеют за нас с особой страстью. На данный момент футбольный клуб «Милан» входит в десятку самых дорогих клубов мира. В апреле 2012 года журнал «Форбс» оценил его почти в миллиард долларов. Хороший ориентир для хоккейной моды. Лучшая вещь, которая может произойти в нашей жизни, это вступление клубов в КХЛ. Любому хоккеисту хочется выступать в лучшей лиге мира.